итак 8 серия москва сургут в этой серии будем проезжать через города краснокамск и пермь видео будет без ускорения чтобы можно было рассмотреть улицы дома дорогу настолько это возможно ознакомиться с городом так сейчас прочитаю сообщение которые поступили к этому времени алекс роденко характеризует россию из окна поезда классно снято но откровенно говоря до классного видео конечно там далеко это была одна из первых попыток снять россию из окна поезда съемка велась на видеорегистратор каркам он значительно уступает по своим характеристикам тому видеорегистратору которым пользуюсь сейчас это так дата кам 6 макс над хорошая машина очень хорошие характеристики но вот сейчас вроде бы должен появиться новый новый видеорегистратор дата кам 8 там и две камеры и выносная антенна радар детектор вот пытался снимать надо такая 6 макс из окна поезда но к сожалению gps не смог спозиционировать движение и поэтому непонятно где едешь куда едешь какие населенные пункты проезжаешь ну будем надеяться да кстати вот по россии из окна поезда первое видео значит много было ну как сказать недоработок ну во первых неправильно устанавливал видеорегистратор нужно было немножко вперед по ходу поезда это раз во вторых были блики на стекле от противоположного купе это тоже не способствовало качество съемки ну и надо было наверное комментировать проезжающие населенные пункты чтобы сориентироваться а так я считаю что не очень удачным первые попытки были но работаем стараемся артем 33 спасибо вам за этот канал очень интересно смотреть трассу местность инфраструктуру вполне познавательный респект благодарю артем это видео для тех кто собирается в дальнюю поездку в основном съемка идет в светлое время движение светлое время но для полноты информации значит будет съемка и в темное время ну по мере движения приближение этих серий я коснусь этого более подробно андрей макаров с северным маршрутом определенно веселее стало ехать машин раза в два стало больше следующем году еще отремонтирую 300 километров заживем да андрей совершенно верно интенсивность движение стало повыше но по-прежнему не развита инфраструктура очень мало практически нет стоянок для дальнобойщиков очень мало заправок в этом отношении северный вариант здорово уступает по семерке по пятерке на восток но вслед за этим видео москва сургут буду размещать видео москва казань перми тюмени ну это такой скажем гибрид половина из половина типа м5 по м7 половина ну по дорогам регионального значения это как альтернатива движение на восток по восточному и южному вариантам тот кто не жалует перевал через уральские горы но тому значит северный вариант просто прописано по мере движения буду комментировать трассу и города проезжающие прямо по ходу движения город краснокамск население 53 тысячи восемьсот шестьдесят четыре человека это на 2017 год история города основание города связано с началом строительства камского целлюлоза бумажного комбината 1929 году была выбрана площадка для строительства комбината и рабочего поселка между деревнями стрелки и конец сбор 1930 году состоялась закладка комбината это год считается и датой основанием города поселок первоначально назывался дом строй в 1933 году ему присвоено звание краснокамск и статус поселка городского типа 1934 году на территории комбината при бурении на воду иваном михайловичем пичугином была найдена нефть 1936 году началась добыча нефти на территории города по масштабам производства камский цбк целлюлоза бумажный комбинат давший первую продукцию в 1936 году был самым крупным в европе сооружение комбината способствовало возникновению заканской тэц бумажной и печатной фабрики госзнак сульфитоспиртового завода 1938 году краснокамск получил статус города в августе 1941 года связи с началом великой отечественной войны основная часть оборудования ленинградского монетного двора была эвакуирована в краснокамск и расположена помещение бумажной фабрики госзнак в связи с блокадой ленинграда и вступлением многих рабочих и служащих ленинградского монетного двора в отряды народного ополчения на создаваемый краснокамский монетный двор был отры было откомандировано всего около 40 квалифицированных работников которые в октябре 41 года запустили его в эксплуатацию выпускались ордена и медали ссср краснокамский монетный двор по своей производительной мощности не удовлетворял возросшую потребность в орденах и медалях возможно возможности для его расширения не было поэтому совет народных комиссаров ссср поручал наркомофену ссср создать монетный двор в москве которому были выделены производственные мощи помещения на территории московской печатной фабрики госзнак на базе эвакуирована из-под московья предприятия в сорок втором году был создан завод металлических сеток сорок третьем году на базе другого эвакуированного предприятия была был построен нефтеперерабатывающий завод позднее были построены предприятия легкой пищевой промышленности население уже сказал 2017 году было пятьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят четыре человека на 1 января 2018 года по численность населения город находился на 307 месте из 1113 городов российской федерации возрастной структуре населения высокая доля лиц старшего трудноспособного возраста до 20 процентов основная часть населения как краснокамска занята в промышленности национальный состав преобладают русские восемьдесят восемь процентов самым крупным предприятием является целеложно бумажный комбинат опускающий пищу и типографскую бумагу и являющийся единственным в россии производителем легкомеловой бумаги фабрика госнака фабрика госнак ведущие в россии предприятия специализирующие на разработке и выпуске ценных документальных печатных пищи и чертежных видов бумаг на нужды промышленности всей страны работают завод металлических сеток производящий также сетку из синтетического волокна другая группа предприятий связана с нефтью добыча которая ведется нефтеперерабатывающим управлением краснокамскнефть на прилегающую на прилегающей к городу территории нефтепромысловая и нефтеперерабатывающие оборудование изготавливается на машинно-строительных заводов спец нефтехиммаш нефтегурмаш ооо нефтехимсервис ну и так далее легкая пищевая промышленность представлена в городе несколькими предприятиями швейная фабрика бытовой комбинат фабрика детской игрушки мясокомбинат комбикормовый завод краснокамске четыре крупных торговых центра торговый центр его торговый центр острова торговый центр добрый не торговый центр парк открытые фирменные магазины производителей продуктов питания что позволяет жителям покупать продукты с минимальной торговой наценкой это магазин свинокомплекса магазины совхоза троженик магазин мясокомбината краснокамск имеет выгодное транспортное положение . железнодорожная ветка протяженностью 9 километров краснокамск аверята дает выход на основной магистрали пермь через город проходит автодорога м7 участок ялабуга ижевск пермь краснокамск связан автобусным сообщением кудымским аханским очером и населенными пунктами краснокамского района имеется пристань на каме в советское время осуществлялись речные пассажирские перевозки позволявшие добраться на левый берег на берег на левый берег камы а также наиболее быстрый способом попасть путь качку так экология промышленное предприятие автотранспорт создает высокий уровень экологического загрязнения инцидент феврале 2010 года в феврале 2010 года с прекращением водоснабжения в городе утром в понедельник 15 февраля 2010 года после обнаружения отравления воды поступающей из камы на фильтровальную станцию была полностью прекращена подача воды всем городским потребителям по водопроводу без воды остались тысяча одна ты одна тысяча тридцать один миллион тридцать три тысячи домов 26 детских садов 15 школ 4 поликлиники первоначальный анализ показал что пахнущая ацетоном вода содержит сложный химический коктейль в котором 18 раз превышена концентрация вредных веществ министр природной ресурсы и экологии россии тротнев губернатор пермской области 2000 2004 года поручил провести проверку и определить источник загрязнения представители рос природнадзора обнаружили что нефтепродукты попали в реку в результате воскресной аварии на зао на зао промхим перм после прочистки фильтров на фильтровальные станции и всей системы водоснабжения воду пустили для горожан только днем в среду 17 февраля постепенно принимая к вечеру давление до нормального для жителей города в течение трех дней была организована доставка питьевой воды в одиннадцати автоцистернах в конце апреля десятого года виновников аварии кировский район суд города перми было признано зао пром хим перми вот здесь на перекрестке вот сюда выручили четыре и на налево на полу рост там главное мне главное не главное да ну ладно приехал давай езжай в комфортную стоять если не изменяйся налево ебать налево там по двору проедешь для ножка прямо туда как раз поедешь там выйдешь берешь на право заехал до на начаты лишними не будет так выезд в конце двора и налево конце двора налево так а здесь какой-то все все вот здесь сейчас выйдешь туда налево на право и по дороге так так Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры делал DimaTorzok Так, Краснокамск остался позади. Движение в сторону Перми. Субтитры делал DimaTorzok Так, сейчас немного информации о городе Перми. Субтитры делал DimaTorzok Движение в сторону Перми. Движение в сторону Перми. Значит, про Перми в Википедии написано. Перми, город на востоке, предуралье, на берегах реки Камы. Ниже в падении в нее реки Чусовой. Административный центр Пермского края и Пермского района. Транспортный узел на Транссибирской магистрали. Речной порт. Имеет статус города, краевого значения и городского округа. Крупный, многоотраслевой, промышленный, научный, культурный и логистический центр Урала. Население в 2018 году 1 миллион 51 тысячи пятьсот восемьдесят три человека. Город основан в 1723 году. Период с 1940 по 1957 годы назывался Молотов. В 1916 году в Перми был открыт первый на Урале университет. Площадь города составляет 801,44 квадратных километра. Если такая подробность вас интересует. Плотность населения 1315 человек на квадратный километр. Национальности проживающие русские 90,8, татары 3,8, башкиры 0,8, коми Пермики 0,8, украинцы 0,7. Плотность контроль скорости, ограничение 90. Плотность полпроцента. Время недостаточно, поэтому буду читать, постараюсь прочитать полностью информацию о городе Перми. Название города относится к женскому роду. Лишь на рубеже 18 и 19 веков иногда слово Пермь в официальных документах ставили в мужской род Пермь. Без мягкого знака. Вот пример такой план губернского города Перма. Слово Пермь впервые упоминается в повести временных лет. В недатированной части, созданной в 1113 году, и его происхождение является предметом научных дискуссий. Основные версии происхождения топонимов следующие. От упоминавшихся в скандинавских сагах страны Би-Армии. Эту версию предложил в 1730 году фон Стараленберг. Она преобладала в исторических исследованиях вплоть до 19 века. И была принята в частности Татищевым, Ломоносовым, Карамзиным. Другого ожидать от немцев, или кто это был, скандинав, что ли, не приходится. Поэтому к этой информации нужно относиться довольно скептически. До 18 века топоним Пермь использовался для обозначения определенных территорий. Пермь Великая, Пермь Вычегодская и так далее, а также некоторых населенных пунктов. Великая и обширная область Пермия. И в ней есть город того же имени. Это, например, у Герберштейна. От топонима Пермь произошел геологический термин Пермь. Пермская система. Введенный Родериком Ворчинским в 1841 году по результатам его экспедиции по России, в частности по Пермской губернии. Географическое положение. Город Пермь расположен на востоке европейской части России, на берегах реки Камы, к югу от устья реки Часовой. Протяженность Камы в пределах городской черты Перми составляет около 60 километров. От устья реки Ласевы до устья Ручьева, Азова и Глушата, правых притоков Камы. Благодаря Каме Пермь связана водными плитями с пятью европейскими морями. Каспийским, Белым, Черным, Азовским и Балтийским. Площадь территории Перми составляет 800 квадратных километров. Рельеф в черте города – схолненная равнина в долине реки Камы. Левый берег выше правого. Сильнее расчленен логами и оврагами. Характерная особенность города – множество малых рек, протекающих преимущественно по многочисленным городским оврагам. Климат. Гидрография. Помимо протекающих по территории Перми крупных рек Камы и Чусовой, в городе существует большое количество малых рек, входящих в бассейн Камы. Всего в черте города протекает более 300 рек и ручьев. Крупнейшие из них – Мулянка, Егошиха, Большая Матавилиха в Камском ревобережье, Гаева, Лосьва, Правобережье. По количеству малых рек Пермь является рекордсменом среди городов России. Топономика малых рек Перми весьма разнообразна. Среди них есть реки с названиями Коми-Пермяцкого, например, Егошиха и Гаева, Русского, например, Ивановка-Данилиха и Татарского, Мулянка. Протекая по территории города, эти реки испытывают сильные антропогенные воздействия, оказывающие влияние на их экологическое состояние. Качество воды ухудшается при движении от истока к устью. По химическому составу оно изменяется от первого до третьего. Худшее качество воды в низовьях реки Егошихи и Данилихи. Вода там непригодна для питья. Интересно, да? Общая площадь городских лесов в Перми занимает почти полопину городской территории. Леса не только окружают городскую застройку, создавая зеленое кольцо в пределах городской черты, но и отдельными массивами лесопарками располагаются в жилых кварталах. Содержание городских лесов осуществляет муниципальное казенное учреждение Пермское городское лесничество. Вот, наверное, сейчас будет более интересна история. Территория, на которой расположен город Пермь, заселена людьми с древнейших времен. В городе изучено более 130 археологических памятников от Каменного века, стоянка Егошиха до позднего Средневековья. В XVII веке эти земли принадлежали купцам Строгановым. Первое документальное упоминание о поселениях на территории исторического центра города встречается в переписных книгах воеводы по копии Елизарова в 1647 году по водчинам Строгановых. Там упоминается починок на реке Каме и на реке Егошихи. Согласно переписи 1678 года в деревне Егошиха насчитывалось уже семь дворов и проживало 28 душ мужского пола, в основном фамилии Брюхановых, Верхоландцевых и Федотовых. В 1565 году, после того, как царь Иван Грозный разделил русское государство на опричнину и земщину, территория будущего города вошла в состав последний. Известны и другие населенные пункты, которые существовали в XVII веке в пределах современных границ города и позднее вошли в его состав. Например, деревня Заостровка, село Верхнее Моллы, важнейший административный центр владений Строгановых. Основание города 1720 год. По приказу Петра I, капитан-породчик артиллерии Василий Никитич Татищев, управляющий уральскими казенными заводами, известный русский историк и географ, отправился в Сибирскую губернию для постройки заводов по выплавке меди и серебра. Он выбрал для постройки медиплавильного заграда место около деревни Ягошухи, вблизи устья одноименной реки, впадающей в Каму, отличающейся наличием медной руды и удобным расположением для вывоза продукции. В 1721 году Татищев был отозван, а его преемником назначен генерал-майор артиллерии Георг Вильгельм Де Геннин. Де Геннин одобрил проект Татищева и в 1722 году распорядился о подготовке к строительству завода. Днем основания Перми считается официальная дата начала строительства Егошухинского вегеплавильного завода 4-15 мая по старому стилю 1723 года. При закладке завода присутствовал сам Татищев в рукописи «Описание уральских и зибирских заводов 1735 года». Де Геннин написал и по определению его генерал-лейтенанта он из завода начат строить мая 4-го дня 1723 года и построен по январь месяц 1724 года. Однако археолог Павел Анатольевич Корчагин исследуя архивы Татищева обнаружил документы свидетельствующие, что деятельность завода началась раньше например, еще в 1722 году. Татищев назначил на завод целовальника для приема медной руды. Что такое целовальник, я не знаю. Губернский центр императрица Всероссийская Екатерина II носившая титул княгини Пермской в ноябре 1780 года подписала именной указ о создании на основе Егошинского завода губернского города наименован, наименовав он и Пермь. В качестве центра создаваемого Пермского наместничества наместничества, которым по указу вышедшим 27 января 1781 года руководил генерал-губернатор Пермский и Тобольский, Кашкин, состояла из двух областей Пермской и Екатеринбургской. В 1780-1781 годах велась постройка зданий для официальных учреждений. Заложены Казанские и Сибирские тракты. Торжественное открытие города и наместничество состоялось в октябре 1781 года. Первым городским головой был избран купец из Кунгура Михаил Абрамович Попов. В соответствии с указом императора Павла I в декабре 1796 года о новом разделении государственных губернии Пермское наместничество было преобразовано в Пермскую губернию с центром в Перми. Губернатором был назначен Карл Федорович Мадерах, занимавший этот пост до 1811 года. Среди прочих его заслуг историками отмечается разработанная им правильная планировка улиц Перми. Строительный план Мадераха осуществлялся в течение всего XIX века. При нем же в Перми было учреждено управление казенных горных заводов по Уралу на основании нового положения 1806 года. Став центром появившейся Пермской губернии, Пермское стало центром и вновь образованного Пермской епархии в октябре 1799 года, когда согласно указу императора Павла I была образована Пермская епархия для укрепления церковного влияния. В ноябре 1800 года в Перми открывается Пермская духовная семинария. Конец XIX века стал в Перми периодом активного железнодорожного строительства. В 1878 году, 24 августа по новому и 5 сентября по старому стилю, состоялось открытие участка Уральской железной дороги от Ферми до Чусовой. А чуть позже, в октябре 1878 года была введена в строй вся линия Пермь-Кушва-Екатеринбург. В 1897-1898 годах была проложена Пермь-Котловская железная дорога, соединившая Уральскую железную дорогу с железнодорожной сетью Европейской России. В конце XIX века в Перми активно развивалось учреждение искусства и культуры. В 1874 году началось строительство театра оперы и балета. В 1896 году появилось первое заведение для демонстрации кинематографа электротеатр Иллюзион. Революция 1905 года. В начале XX века население Перми вместе с Матавилихой составляло около 100 тысяч человек. В самой Перми было мало промышленных предприятий. Большая часть населения города мещане, купцы, ремесленники, чиновники и служащие. Они были лояльны к существующему строю. Но рядом с городом располагались пермские пушечные заводы, где РСДРП вела активную пропаганду и использовалась поддержкой части рабочих. Также среди учащихся города были как сочувствующие революционеры, так и активные участники антиправительственной деятельности. Вместе с приткнувшими к ним представителями радикально настроенных интеллигенций, эти группы населения стали активными участниками революционных выступлений 1905 года. Кульминацией революции 1905 года в Перми стало Матавилихинское вооруженное восстание. В декабре 1905 года рабочие испортили стрелку и попытались разобрать железнодорожный путь. Остановили поезд, идущий в Екатеринбург. Для восстановления порядка из Перми был выслан отряд казаков. В декабре 1905 года после благополучного прохода поезда приехали в Матавилиху со стороны города деревни Горки и были атакованы повстанцами. Перестрелки продолжались до наступления темноты. Ночью представители Пермского комитета РСДРП и часть руководителей восстания были арестованы жандармами. В событиях декабря 1905 года со стороны правительственных войск участвовала казачья сотня 7-го уральского полка и три роты 232-го резервного ирбитского батальона, а также полиции. По официальным данным за весь день они потеряли двоих ранеными и одного пострадавшим. Также была легко ранена лошадь. Потери среди жителей Матавилихи и Перми, как участвовавших в событиях, так и посторонних за два дня столкновений, составили 6 человек убитыми, 33 ранеными. Трое последних в итоге скончались. Около 400 человек были выпороты или избиты нагаиками. Реальные потери, вероятно, были бы еще больше, но не все раненые были выявлены, часть успела скрыться. Однако на этом революционные события не закончились. В первой половине 1906 года Пермский комитет РСДРП возглавил Яков Свердлов, которому в короткие сроки удалось восстановить как пропагандистскую деятельность партии, так и боевые дружины. В июне 1906 года Свердлов и его жена и вся верхушка РСДРП в Перми Мятовирихе были арестованы. Через два месяца после этого в Пермь во главе группы профессиональных революционеров приехал другой крупный социал-демократ Сергеев. Кличка у него или как псевдоним Артем Он возглавил работу по выборам во Вторую Государственную Думу, которая успешно завершилась избранием в депутаты от РСДРП Шпагина. Осенью 1906 года Пермский комитет РСДРП принял решение о распуске своей боевой дружины. Боевики, которые без санкции комитета организовали, экспроприировали и убийства полицейских. Ладно, значительная часть дружинников была не согласна с этим решением и ушла в лес, где еще до конца 1905 года находился один из лидеров революционного движения Мотоверихи беспартийный рабочий Лубов. С этого момента начались события, которые принято именовать Лубовщиной. Лубовщина представляла собой локальный эпизод партизанской войны, которую местные и, приехавшие из других регионов Российской империи, боевики вели против местных властей. Основными действиями Лубовцев или лесных братьев, как их еще называли, были экспроприация, нападение на государственные лавки винной монополии и убийство провокаторов. Отличительной чертой пермских лесных братьев была их непартийность, хотя в рядах Лубовцев были и социал-демократы, и эсеры, никаким партийным комитетам они не подчинялись. Это стало одной из причин врождения Лубовщины. После того, как операция Лубовца в районе Надеждинска привела к локауту на заводе, движение пошло на спад. Потеряв поддержку партийных комитетов, осенью 1907 года Лубов распустил свой отряд. Остатки движения были подавлены в 1908 году. Сам Лубов был арестован в Нолинской Вятской губернии и в мае 1908 года казнен в городе Вятки. Пермь и царские особы С 30 сентября по 3 октября 1824 года Пермь посетил император Александр I со спитой. Специально к приезду императора были поставлены обелиски сибирской и казанская застав. Сооружена ротонда в загородном саду. Квартира для императора располагалась в здании на углу улиц Покровской и Сибирской, где впоследствии после перестройки здания размещалась Пермская губернская казенная палата. С 23 по 25 мая 1837 года в Перми находился проездом наследник Цесаревич, будущий император Александр II в сопровождении своего воспитателя известного поэта Жуковского. Цесаревич остановился в губернском доме, который находился тогда на площади у Петропавловского собора. С 9 по 11 июля 1873 года в Перми был проезд за великий князь Алексей Александрович. В память его пребывания в городе было открыто Пермское Алексеевское реальное училище. 11 и 12 июня 1887 года в Перми находился великий князь Михаил Николаевич с сыном Сергеем Михайловичем. Они посетили благотворительное учебное заведение Перми Мотоверинского завода и произвели смотр местного батальона. В присутствии великого княза 12 июня в торжественной обстановке было освещено здание Мариинской женской гимназии. В июле 1914 года Пермь посетила великая княгиня Елизавета Федоровна. В городе была устроена иллюминация, сооружена триумфальная арка на углу Сибирской и Петровской улиц. Губернатор лично сопровождал высокую гостью в ее поездках по Пермскому краю. Основная статья убийства Михаила Александровича. 17 марта 1918 года в Пермь под конвоем прибыл вагон с великим князем Михаилом Александровичем, его секретарем Джонсоном и другими ссыльными. Прибывших сначала поместили в городскую тюрьму на общий режим, а бывшего великого князя в одиночную камеру тюремной больницы. Позже великому князю и его секретарю разрешили проживать на свободе сначала в гостинице Эрмитаж, а затем в королевских номерах. В ночь с 12 на 13 июля 1918 Михаил Александрович вместе с Джонсоном были похищены из гостиницы, вывезены в лес и убиты группой местных чекистов и милиционеров. В районе местечка Малая Язовая тела до сих пор не найдены. Октябрьская революция и гражданская война. 26 ноября 1917 года известия об Октябрьской революции достигли Перми. 27 октября Городская дума за исключением фракции социал-демократов осудила захват власти Петроградским советом. 26 октября создано коалиционный и революционный в комитет. В его состав вошли по три представителя атосеров, меньшевиков и большевиков. Пермские большевики оказавшись в меньшинстве в комитете уже 1 ноября вышли из состава не сумев навязать большинству свои взгляды. Так, тут еще много что написано. Значит, советский период. По итогам переписи населения проведенных в 1926 году население Перми составляло 84 804 человека. В переписи 1939 года в связи с инструализацией население города выросло более чем в три раза и составило 306 тысяч человек. Уже 20 мая 1979 года население Перми насчитывало миллион человек. То есть за 50 лет увеличилось более чем в 10 раз. Прирост населения в отдельные годы составлял 15% и был самым большим среди всех городов Урала. Нет здесь мы сейчас пока едем вчера трешку сегодня пока полторашку уже потратил но сейчас еще на полторы забивается. В 1931 году Мотовилихо получило статус самостоятельного города под названием Молотова. В 1938 году была основа включена состав Перми под названием Молотевского района. а сейчас называется Мотовилихинский район. В 1930 году началось строительство моторостроительного завода номер 19 позднее завод имени Сталина. Завод имени Свердлова ныне Пермский моторостроительный комплекс под названием Молотов 1940 1957 год. 8 марта 1940 года указан Президием Верховного Совета СССР город был переименован в Молотов в честь Молотова политического деятеля. Во время Великой Отечественной войны промышленность города была переориентирована на военные нужды. Машина строительства имени Дзержинского был переведен на производство боеприпасов и других средств обороны. Химический завод имени Арджиникидзе на производство химических средств борьбы с вражеской техникой и сырья для боеприпасов. 6 августа 1952 года Мотовиловским госполком принято решение о включении городской чертов города Мотовилова населенных пунктов Соболи и Липовая гора. 2 октября 1957 года городу было возвращено название Перми. Постсоветский период. Последствия вообще российского кризиса сказалось на разных сторонах жизни Пермяков. В городе как и по всей стране сокращались объемы промышленного производства. Послушаем, что там тренгетами в салоне? Они сами говорят мы другой Газпром. Да, мы не Газпром, но мы другой Газпром. У нас типа это не работает. А те которые в Москве и которые на восток идут в Челябинске волнуют в Газпром нефть да и там да дальше Кеймерол и Стоявск и Аркадовск и везде ездят. Нет они не знают что в Герми тоже они есть вот три штуки они я уверен что они там работают. Просто почему может не окупалась может кто-то перепутил Впереди мобильный пост ТПС ограничение 70 1990 годы Пермь неофициально стала называться столицей гражданского общества. Часто можно услышать и столица российского либерализма. Ох не могу я выразиться. про эти льбе Так 1990 годы в городе были основаны футбольный клуб Амкар ПБК Урал Грейт ну и так далее и так далее 21 октября 2005 года была открыта первая очередь Красавинского моста нового моста через реку Кама длиной 1736 метров Строительство второй очереди моста завершилось в сентябре 2008 года Конец 2000 годов был омрачен рядом трагических происшествий связанных с Пермью 14 сентября 2008 года над территорией города потерпел крушение самолет Боинг 737 500 рейс Москва Пермь погибли 82 пассажира и 6 членов экипажа 5 декабря 2009 года произошел пожар в ночном клубе это по-моему хромая лошадь жертвами которого стали 156 человек 78 пострадало краевые угольным камнем общественно-политической жизни Перми 2000 годов начала 2010 стала новая культурная политика краевых властей которая рассматривалась ими как основа для идеологической и экономической модернизации региона в июне 2010 года были отменены прямые выборы главы города Перми отменены Продолжение следует... Динамика численности населения. В 1979 году Пермь стала городом-миллионником. Максимальное значение численности населения по результатам переписи 1 миллион 90 тысяч 944 человека. Это перепись 1989 года. По оценке Росстат 1 миллион 100 тысяч человек. После 1991 года численность населения стала сокращаться и в 2004 году упала ниже отметки миллион жителей, составив 994 тысячи 600 человек. Пермь смогла вернуть статус города-миллионника лишь в 2012 году, когда население города составило 1 миллион 672 человека. Национальный состав населения Перми по переписи 2010 года. Сведения о национальности были получены у 907 тысяч 955 человек. Из них русские 823 тысячи 333 человека, татары 34253 человека, башкиры 7729 человек, коми-пермики 7301 человек, украинцы 6507 человек, адмурты 4847 и другие 23985. Экономика. Экономика. Пермь – главный экономический центр Пермского края и один из крупнейших экономических центров России. В 2003 году Пермь заняла шестое место в рейтинге предпринимательского климата российских городов. В 2012 году опубликован рейтинг самых перспективных мегаполисов по версии журнала «Русский репортер», в котором Пермь заняла четвертое место. По данным Росстата, производственные и экономические показатели Перми постоянно увеличиваются. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организации за апрель 2011 года составила 23 909 рублей 90 копеек. Экономика города характеризуется прежде всего развитой тяжелой промышленностью. Ведущие отрасли – электроэнергетика, нефтегазопереработка, машиностроение, химия, нефтехимия, деревообработка, полиграфия и пищевая промышленность. По объему промышленного производства Пермь занимает первое место на Урале, опережая по этому показателю превосходящие ее в численности населения Екатеринбург, Челябинск и Уфу. В 2013 году Пермь заняла шестое место в рейтинге 250 крупнейших промышленных центров России. До 2014 года в Перме находился головной офис ТГК-9, состав которого входили генерирующие мощности на территории Пермского края, Свердловской области и Республики Коми. Непосредственно на территории города располагаются Камская ГЭС и 4 ТЭЦ. В 2014 году ТГК-9 вошло в состав компании Т-Плюс. В Перми находится также штаб-квартира одного из крупнейших российских интернет-провайдеров R-Телеком и российского разработчика заказного программного обеспечения компания Прогноз. Нефтегазоперерабатывающая промышленность представлена предприятиями Лукоила и т.д. В машиностроении значительные доли составляют предприятия военно-промышленного комплекса. Основная продукция – артиллерийские системы, авиационные двигатели и газоперекачивающие установки, нефтепромысловое и горно-шахтное оборудование, электрические и бензомоторные пилы, аппаратура связи, дорожная строительная техника, речные суда, электроинструменты. Крупнейшие предприятия отрасли – Уралтермопром, Пермский завод термической обработки, Мотовелихинские заводы, Пермский машиностроительный завод им. Дзержинского, Пермский моторостроительный комплекс, Пермская научно-производственная приборостроительная компания «Стар», созданная на базе Пермского агрегатного объединения «Инкар-Велта», большая часть корпусов снесена, земли выставлены на продажу банкрот. Марион, НПО «Искра», завод машиностроитель, Новомед, Пермский судостроительный завод «Кама», Пермский мотовозоремонтный завод и Ростурбомаш. Предприятия химической и нефтехимической промышленности производят лаки и краски, взрывчатые вещества, минеральные удобрения, синтетические моющие средства, активированный уголь и другую продукцию. Здесь 7 или 8 крупных предприятий, перечислять не буду. Крупнейшее предприятие деревообрабатывающей промышленности – это «Пиломатериалы», «Красный Октябрь», «Пермский домостроительный комбинат», «Закамская мебельная фабрика», «Дарацена», «Пермский картон», действующее крупное полиграфическое предприятие «Пермская печатная фабрика», «Гознака». На ней производят документы государственного образца, денежные знаки, причем не только для нужд России, но и по заказу других государств. В городе располагается несколько десятков предприятий пищевой промышленности. Крупнейший «Пермский мясокомбинат», «Молочный комбинат» «Пермский», «Пермская кондитерская фабрика», «Кондитерская фабрика», «Камская» принадлежит на стле «Пермский завод», «Санинбев». В Перми расположено одно из крупнейших в России предприятий по производству велосипедов «Форвард». В год велозавод упускает порядка 1 миллиона велосипедов. Рынок финансовых услуг даже смотреть не хочу. Потребительский рынок. Исторически одним из главных торговых заведений города является центральный рынок, бывший центральный колхозный рынок. Немаловажную роль продолжает играть сезонный плодовочной рынок в Заостровке. Однако в Перми все большую роль играют сетевые магазины и крупные торгово-развлекательные центры. Значение традиционных форматов торговли постепенно снижается. Таких, как рынков и магазинов у дома. Может быть, с одной стороны правильно, потому что те магазины у дома это так обдирают тех, кто живет в доме, что даже говорить не хочется. Вообще наглость потеряли. В Перми расположены магазины ряда международных и федеральных сетей. Это очень много названий, да не поймешь, что так, какие тут. Пятерочка, Лента, Спортмастер, Старикота, Обычай, Видео, Эльдорадо, Фенфлайер, Селла, Саваж, Детский мир, Седьмой континент, Техносила, Салоны связи, Федеральных сетей, Евросеть связной. Также в городе действует аптечная сеть 36,6. В марте 2015 года открылся первый в Перми гипермаркет Ашан. Местные розничные сети представлены магазинами «Семья», «Леон», «Перек». Семь сетей «Семья» включает 17 супермаркетов и 2 гипермаркета. Владельцем бренда «Семья» является управляющая компания «Экс». Среди других местных сетей стоит отметить также торговый комплекс «Чкаловские супермаркеты» по продаже строительных и отделочных материалов. Сеть магазинов для ремонта «Суперстрой». Расположены они в 5 микрорайонах города. Сеть магазинов по продаже бытовой техники и электроники «Сатурн Эрн». Сеть магазинов «Антекс», сеть кафе быстрого обслуживания «Алендвик». Крупнейшие центры города «Аврора», «Айсберг», «Айсберг Модерн», «Алмаз», «Виват», «Гостиный двор», «Домино», «Разгуляй», «Кит», «Колизей», «Колизей Атриум» и «Колизей Синема», «Лайнер», «Мирабелла», «Пермский обл», «Универмаг», «Цум», «Петропавловский», «Семь пятниц». Гипермаркеты «Семья», «Товароприкамья», «Шоколад», «Торгово-развлекательные комплексы», «Караван», «Столица», «Тематический торговый центр», «Баумол», «Торгово-офисный центр», «Стармол». Одни вот эти вот импортные названия у меня, откровенно говоря, даже как-то переворачивает, как будто наших названий нельзя придумать. Так, сотовая связь. В Перми действуют сети пяти операторов сотовой связи. Теледва, Россия, МТС, Мегафон, Билайн и Йота. У компании Билайн в городе располагается крупнейший центр поддержки клиентов. Но я бы сказал, что Билайн – это отстойная компания, от нее нужно отказываться и уходить. Я пользовался раньше услугами Билайна, но роуминг у нее и по России самый отвратительный. Вблизи крупных городов еще можно как-то общаться, интернет, а на трассе дохлый номер. Проводная телефонная связь. В 2005 году в связи с переуполнением миллиона выданных номеров городские телефонные номера удлинились на одну цифру. К старым номерам добавилась цифра 2 в начале. По состоянию на 2013 год в Перми услугами проводной телефонной связи представлены операторы Ростелеком, домашний телефон МТС, междугородная телефонная связь, Билайн домашний телефон, РТелеком, Интернет. Интернет представлен этими же операторами, Ростелеком, Билайн, Урал, Связь, Форм и другими. Историческая застройка. На раннем строительном плане Перми чертежа 1782 года губернского землемера Грубера изображены постройки Егоши-Его-Шихинского завода с поселком и намечаемые кварталы губернского города. Особые заслуги при создании планировки города принадлежат губернатору Мадыраху. Именно он в начале 19 века определил основные принципы формирования структуры города. Как большинство городов, планировка которых создавалась в тот период, Пермь получила прямые перпендикулярные улицы и широкие проспекты. В целях пожарной безопасности расстояние между домами были большими. Все широтные улицы были расположены параллельно Каме, а меридиальные перпендикулярно. В январе 1784 года был утвержден план губернского города Перми. В дореволюционный период город развивался преимущество вдоль Камы. Но уже к середине 19 века многие общественные здания и дома именитых граждан города строились на улице Сибирской. Расположенная к Каме перпендикулярно, она связывала удобные сходы к речному порту и Сибирский тракт. В целом историческая застройка отличается значительным типологическим разнообразием. В 1764 году в Перми был построен Петропавловский собор. Это улица Советская, дом номер один. Первое каменное строение города. В начале и середине 19 века каменные здания в центре Перми появлялись, как правило, на месте сгоревших деревянных строений. Можно сказать, что благодаря этому губернский город Пермь обладал образцами почти всех архитектурных стилей и направлений, имевших распространение дореволюционной России. Современная планировка города. Жилая застройка, а также промышленное производство и общественно-деловые квартиры расположено в основном в левобережной части Перми. Всего в городе 1300 улиц и переулков. В правобережной части города расположено крупнейшее городское кладбище Северное. При общей протяженности левого берега Камы в пределах городской черты Перми около 30 километров. Городская набережная имеет длину примерно 2,5 километра. Есть мнение, что Перми никогда не везло с набережной. Действительно, вблизи нее проходит железная дорога, усложняющая спуски к набережной, и многочисленные промышленные предприятия, занимающие левый берег Камы. Они загрязняют прибрежные воды. До создания в 1960-х годах в районе бывших Камских пристаней благоустроенной пешеходной зоны горожане и гости Перми любили прогуливаться по верхней набережной от сквера Решетникова в направлении вниз по течению Камы до начала зоны промышленных предприятий, примерно 1,8 километра. Железная дорога с полосой отвода, проходящая по левому берегу Камы, была названа основной проблемой затянувшейся в 2010-х годах реконструкции набережной. В 2017 году появилась информация, что ОАУ РЖД достигла договоренности о ликвидации железнодорожного движения на участке от Перми-2 до КамГЭС. С указанием срока праздноваю 300-летие Перми. Ну вот тут дальше идут названия улиц. Широтные, меридиальные, но, наверное, засчитывать не буду. Так, сады и парки, парк Чехова, экспланада, центральный парк развлечений Горького, парк культуры и отдыха Балатово, парк культуры и отдыха Кировский, разгуляй, сквер уральских добровольцев, сквер имени 250-летия Перми, сквер имени Мамина Сибиряка, сквер имени Решетникова, сквер Дзержинского, Генгеля, сквер авиаторов, победителей Олега Новоселова, театральный сад и так далее, так далее, так далее. Транспортная и общегородская инфраструктура Пермь – один из крупнейших транспортных узлов России. Город занимает особое выгодное географическое положение, так как находится в центре страны на пересечении железнодорожного пути из Европы в Азию – Транссибирская магистраль, сводным путем субмеридионального направления к пяти морям. Железнодорожный транспорт Пермь является крупнейшим железнодорожным узлом Пермского отделения Свердловской железной дороги. Ранее называлась Пермская железная дорога имени Кагановича. На станции Пермь-2 движение поездов осуществляется по трем направлениям – западному Казань-Москва-Санкт-Петербург, восточному Кунгурге-Кагенбург-Удивосток и горнозаводскому Угле-Уральско-Нижний Тагил-Приобье. Через Пермь проходят пассажирские поезда, связывающие центральный, северо-западный, и Волговятский районы страны, с Уралом, Сибирью и Дальним Востоком, Москву со столицами Монголии и Китая, Санкт-Петербург со столицей Казахстана. Воздушный транспорт. Воздушными воротами Перми является аэропорт Большое Савино, имеющий статус международного и способного принимать все типы современных воздушных судов. Основной объем регулярных пассажирских перевозок осуществляется по маршруту Москва-Перемь. Авиакомпания Аэрофлот, российская авиалиния С-7, С-7, Ютейр, Ямау выполняет в совокупности до 10 рейсов в день во все аэропорты Москвы. Также выполняются регулярные круглогодичные рейсы Санкт-Петербург, Екатеринбург, Прагу, Бакоду, Шамбе, Ходжат, Сезонный, Сочи, Краснодар, Анапу. 30 ноября 2017 года, после двух небольших лет строительства, был открыт новый терминал Большое Савино. Его площадь составляет 29 тысяч квадратных метров. А планируемый максимальный пассажиропоток составляет 4,5 миллиона человек в год. Планируется, что ввод в эксплуатацию нового терминала приведет к увеличению числа авиакомпаний, осуществляющих полеты из Перми, расширению географии полетов. Так, в Перми существует подъезд с автодороги М7, Е22, Р242, Е22. Речной транспорт. Тоже достаточно много информации. Так, городской общественный транспорт. Внутригородские перевозки осуществляются автобусами, трамваями, троллейбусами, маршрутными такси и электропоездами. Общественный транспорт появился в Перми в 1926 году, когда было открыто автобусное сообщение между Матавилихой и центром города. С 7 ноября 1929 года было открыто движение трамваев. В 1960 году было открыто движение троллейбусов. По состоянию на февраль 2018 года в городе действует около 63 автобусных, 9 трамвайных и 6 троллейбусных маршрутов, а также 11 маршрутных такси. Велосипедное движение в Перми развивается велосипедная сеть и сопутствующая ей инфраструктура. Велосипед пока играет незначительную роль в городской транспортной системе и в большинстве случаев используется для развлекательных и рекреационных поездок. Тем не менее, генеральный план Перми, принятый в начале 2011 года, содержит оценку потенциала и преимущества велосипедного движения в качестве одного из видов городского транспорта. Генплан предусматривает развитие в городе сети велосипедного движения протяженностью около 750 км. Мастер-план Перми предусматривает развитие в велосипедной сети две фазы – усовершенствование существующих велосипедных маршрутов в городском центре и введение велосипедных зон в других районах города с обеспечением их сообщения с городским центром. Практическими шагами по реализации планов администрации города по созданию велосипедной сети можно считать организацию в 2009-2010 годах велосипедных дорожек в центре на центральных улицах Перми, а также в отдельных микрорайонах. Перм – крупнейший научный центр по сосредоточению ряда институтов Уральского отделения Российской Академии Наук, десятки НИИ и проектных институтов, семь высших учебных заведений, ведущих разнообразные научные исследования прикладной и фундаментальной тематики. Некоторые из научных организаций объединены в Пермский научный центр РОРАН. Его ядро составляет институт механики сплошных сред и институт технической химии. Много высших учебных заведений, уже говорил. Тут все даже не перечислить, не говоря уже про средние учебные заведения. В Перми имеется зоопарк, планетарий, очень много кинотеатров, всевозможных, всех не перечислить, филармония, художественные галереи, музеи, театры, цирк. В Перми действует Пермский государственный цирк, здание которого было построено в 1970 году в Матавирихинском районе города. Памятники архитектуры. Великолепный пример позднего русского классицизма дом Мешкова, улица Монастырская, 11. Построен в 1820-е годы. Восстановлен в 1885-1886 годах. Одно из самых красивых зданий в центре города дом Грибушина, улица Ленина, 13А. Построен в 1895-1997 годах. Перским архитектором Турчевичем в стиле живописного модерна. Считается, что именно этот дом изображен в романе доктора Жуага Пастернака как дом с фигурами. Достаточно много церквей, скульптурные памятники и монументы, книгоиздания, библиотека и архивы. Пермь – культурная столица. Пермь – культурная столица. 25 сентября 2008 года в Перми открылась выставка современного искусства «Русская бедная». Организаторами которой были галерист Марат Гельман и сенатор Сергей Гордеев. Выставка стала пилотным проектом для музея современного искусства. Набор букв «Перм» и послужила тронной точкой культурной революции в Перми. Амбициозный проект Пермь – культурная столица, озвученный краевыми властями в сентябре 2009 года на Пермском экономическом форуме послужил толчком к росту количества культурных мероприятий, проводимых в городе, а также число арт-объектов на улицах Перми. Новую культурную политику связывают прежде всего с именами Бориса Мильграма, Марата Гельмана, Артемия Лебедева, Эдуарда Баякова, Теодора Курентзиса, губернатор Пермского края Олег Черкунов неоднократно заявлял о своей полной поддержке проектов, проводимых в рамках новой культурной политики. А будучи активным блогером, в определенный момент стал одним из идеологов и проводником этой политики. С критикой, проводимой официальными властями культурной политики, выступают, как известные деятели, в частности, писатель Алексей Иванов, режиссер Павел Печенкин, а также простые граждане. Как правило, власть обвиняет в игнорировании интересов местного культурного сообщества, предпочитая его ему иногородних артистов и художников. Поддерживаю лично я двумя руками, кто выступает против вот этих модернов долбанных. Так. Вызывают нарекания вопросы цвесообразности расходования бюджетных денежных средств, выделяемых на масштабные фестивальные мероприятия, неоднозначные арт-объекты, дорогостоящие постановки. Вот так оно и есть. Надо же как-то деньги распилить, разворовать. Вот и устраивают. Звучает мнение о полном провале, проводимой властями культурной политики в регионе. Ну, на кого вот этого губернатора. Так. Это мое личное мнение. Помимо Музея современного искусства Пермум какое-то вот название, говорю там, или Реп, в общем, непонятное название, с новой культурной политикой связывают Пермский центр развития дизайна. Пермский академический театр. Вот смотрите название. Пермский академический театр. Театр. Через стиры. Что это такое? Так. Театр. Театр. Сцена. Молот. Фестивали Живая победа и Белая ночь в Перми. В рамках которых также проходил масштабный фестиваль уличной культуры Битва трех столиц. Средства массовой информации. Телевизионное и радиовещание в Перми осуществляется с четырех телебашен, сигнал с которых позволяет смотреть телеканалы и служить радиостанции на территории Перми, Краснокамска и близлежащих окрестностей. С 18 июля 2013 года в Перми ведется цифровое эфирное телевещание в стандарте ДВБ-Т2. В последние годы активно развивается кабельное телевещание, осуществляемое операторами РТелеком, МТС, Вилайн и Ростелеком. Основы тела эфира составляют программы федеральных телеканалов, в партнерстве с которыми работают региональные телекомпании ГТРК Пермь, это старейшая в Пермской крае телерадиовещательная компания, Рифеи Пермь, Бета, Уралинформ ТВ и РБК Пермь. В Пермском ФМ радиоэфире вещает более 30 радиостанций. Развитие радиовещания происходит на фоне увеличения присутствия федеральных радиовещательных сетей и сокращение местных радиостанций. С советского периода действует сеть проводникового вещания. Кстати, проезжая по России, я частенько обращал внимание, что в каждом регионе, раньше говорили, на средних волнах, сейчас это модно говорить, ФМ диапазоне, работают местные радиостанции, и у них песенный репертуар здорово отличается от общепринятых, то, что нам вот раскручивают постоянно с экранов телевизора и по ФМ диапазонам, на ФМ диапазонах. Вот, здорово отличается, и, кстати, песни у них даже значительно лучше, чем вот то, что здесь вот пытаются сейчас современные вот эти, как их назвать, поэты, пивуньи, людям вдывать в уши. Так, печать. В рэнкинге СМИ 75 крупнейших городов России Пермь заняла 11 место по совокупному ежедневнедельному тиражу общественных политических печатных СМИ. 813 350 экземпляров. И 19 место по доступности негосударственных СМИ. Несколько федеральных печатных изданий имеют собственная редакция, аргументы и факты, жизнь, коммерсант, комсомольская правда, московский комсомолец, российская газета, известие и так далее, труд, газета-звезда, религия. В городе представлены все основные конфессии христианства, православия, протестант, тизм, католицизм, лютеранство, старообрядчество, а также ислам, буддизм, иудаизм, также широко представлены атеистические слои населения. С октября 1998 года в городе работает межконфессиональный консультативный комитет Пермского края, где руководители основных конфессий православие, католицизм, лютеранство, русская старообрядческая община, иудаизм, мусульманство совместно решают общие для них и более актуальные вопросы общественной, культурной, духовной жизни населения Пермского края. Но я не буду читать про православие, католицизм, протестантство, старообрядчество. Пермский край является одним из очагов старообрядчества. Согласно неофициальным данным, более ста тысяч жителей Пермского края старообрядцы или имеют старообрядческие корни. На сегодняшний день подавляющим большинство старообрядцев Пермского края проживает в северных районах, но Пермь является кафедральным городом, центром уральской епархии РПСЦ. В Перми действует один храм в честь Стефана Великопермского. Ислам. В Перми функционирует Мухтасибад, территориальное правление мусульман города Перми, Пермского муфтията, Пермская соборная мечеть и Пермский мусульманский колледж Тарик. Путь ведет строительство новой соборной мечети. Кроме перечисленных конфессий в Перми представлены свидетели Йоговы, Мормоны, Кришнаиты, Саентологии и множество других малочисленных религиозных организаций. К чертовой матери все вот эти конфессии запретить свидетелей Йоговы, Мормоны, Кришнаиты, Саентологии это же секты, которые уже давно под запретом в России, а здесь они существуют. Вообще беспредел какой-то. Здравоохранение. Система здравоохранения в Перми включает в себя 44 муниципальных учреждения здравоохранения, где медицинская помощь населению оказывается 4800 врачей и 7200 медицинских сестер. вот так. Физкультура и спорт. Спортивное сооружение. Как и в большинстве крупных городов, Пермь обладает развитой спортивной инфраструктурой, в том числе стадионы и спортивные комплексы Авангард, Дзержинец, Динамо, Звезда, Ипподром, Гейва, Камо, Молния, Молот, Нефтяник, Спартак, Дом Букса, Орленок, Прикамье, Урал, Энергия, Юность России, Юность, просто Юность, Химик, Бассейны, Лыжные базы, Школы верховой езды, Экстрим Парк, В Пермском крае и Перми активно развиваются игровые виды спорта, особой популярностью пользуется футбол, футбольный клуб Амкар, играющий в премьер лиге, вот так, международное сотрудничество, города Попротимы, Италия, Сицилия, Агриджинта, Франца, Амнивиль, Германия, Северный Рейн, Вестфалия, Дуйсбург, Вьетнам, Дананг, Россия, Украина, Керчь, США, Кентукки, Луисвилл, Великобритания, Оксфордшир, Оксфорд, Украина, Черкассы, города Попротимы, Китайская Народная Республика, Шэндунь, Цэндао, Установили связь в 2003 году. В Перми проходит ряд всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. Арабецк, конкурс артистов балета, Виеннале, Дягилевы сезоны, Большая перемена, это детские спектакли, Камба, международный фестиваль, ежегодно, Пилорама, гражданский фестиваль, посвященный сталинским репрессиям, проводится ежегодно в бывшем театре Перм-36, рок-лайн, рок-фестиваль, Живая Пермь, фестиваль современного искусства, ежегодно, промзона, фестиваль актуального творчества, Белая ночь, Перми, парусная регата, кубок Камы, по парусному спорту, ежегодно, Крывия Перми, авиационные фестивали, кубок России, по снежной и ледовой скульптуре, зимний вернисаж, почетные граждане города. В искусстве существует мнение, что прообразом города Юрятина из романа Бориса Пастернакта «Пастернак доктор Живаго» является город Пермь. Существует мнение, что чеховские три сестры жили в Перми и в подтверждение этой версии приводится цитата из письма Горькому, что действия пьесы «Три сестры» происходят в провинциальном городе вроде Перми. В Перми происходит действие романа Алексея Иванова «Географ, глобус, пропел». Экранизация романа Александра Верединского частично снята в Перми. В 1966 году в городе проходили съемки фильма «Три с половиной дня и жизнь Иванова Семенова», второклассника и второгодника по пьесе Льва Давыдовичева. В Перми происходит действие сериала «Реальные пацаны». В фильме 1947 года поезд идет на восток локации вокзал Перм-2. В фильме 1958 года по ту сторону локации угол улиц Орджоникидзо и Попова Железнодорожный техникум двор дома Любимовой Комсомольский проспект Слудская церковь. В фильме 60-го года «Бессонная ночь» грузовой порт Октябрьская площадь Комсомольский проспект. В фильме «Большой трамплин» локация трамплин Мотовилихи. В фильме «Один и безоружие» это локация Железнодорожный техникум улица Околова двор свадьба купца Гаврилова. В сериале 2017-го года «Отчий берег» локация Железнодорожный техникум улица Пермская дом Боброва на улице Советской кинотеатр Родина двор дома Мешкова почте и филателии в Перми в середине 1918-го года были изданы первые советские марки почтовые марки пермского совдепа для советской уездной почты. очень много другой информации я уже устал откровенно говоря читать очень много пропускал это что касается города Перми но еще есть Пермский край ну вот например Пермский судостроительный завод Кама например Пермский судостроительный завод Кама судостроительный завод в городе Перми адрес город Перм улица буксирная и так далее история Пермский судостроительный завод Кама был в 1931 году как Пермская судостроительная верфь занимающаяся производством речных судов в 1932 году завод выпустил первое судно 150 сильный буксирный пароход Пермский первенец пароход был сдан Камскому пароходству и в 1937 году завод уже сдал 8 буксирных пароходов предназначенных для канала Москва Волга в 1939 году сдал 12 пароходов для Печорского бассейна всего до Великой Отечественной войны на заводе было построено 135 буксирных пароходов в году Великой Отечественной войны на заводе строились бронетанкера один из выпущенных бронетанкеров БК-140 установлен на постаменте на площади перед заводской проходной бронекатера проекта 11-25 принимали участие в боях Великой Отечественной войны в составе Пинской Днепровской Волжской Дунайской Амурской Онежской флотилии в годы войны на судозаводе работал основоположник использования электросварки и судостроений профессор Волгожанин враженец села Кува Кудымского района Пермской области в годы войны директор судостроительного завода КАМА ныне ООО Пермский судостроительный завод КАМА был Иван Степанович Прибыльный После войны на заводе были построены несколько серий мощных буксирных пароходов Их выпуск был завершен в 1965 году С 1966 года на заводе приступили к изготовлению автоматизированных озерных буксиров толкачей с дизельной установкой мощностью 800 лошадиных сил Автоматизированные озерные буксиры толкачи транспортируют по рекам страны караваны барж к разоподъемности до 6000 тонн В 1986 году на судозаводе завершили ходовые испытания головные суда 1400 сильных буксирных теплоходов созданных для северных рек и прибрежных вод полярных морей в 1967 году на заводе построены отечественные нефтерудов построен отечественные был так в 1967 году на заводе построены отечественные нефтерудовоз в 1971 году первый в стране морской нефтерудовоз в морском нефтерудовозе были соединены воедино нефтерудовоз и танкер Для работы на озере Хопсулу в Монголии в 1956 году и в 1984 судовоз построил буксир и теплоходы. В 2000 году завод построил три судна для голландского заказчика. Завод поддерживает социальную инфраструктуру, строил жилье для своих работников. Судозавод награжден орденом Великой Отечественной войны. Это радио Перми. Ну вот вы могли иметь возможность посмотреть немножко на город. Прямо по ходу поселок Звездный. Но я уже устал искать. Поэтому слушайте радио Перми. Пермь проехали давно уже. Но вот пока слышно, что вещает радио Перми. Такие похожие и в то же время такие разные. Пермь проехали. Перми проехали. Перми проехали. Перми проехали. Не забывай. Подписывайтесь на канал. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...